всех приветствую здравствуйте я роман головин и сегодня тема лекция половое созревание и люди вот спрашивают правильно ли мы что мы торопили своих детей где твой парень где твоя девчонка там достойного семью создавать чтобы у вас дети родились это наши амбиции вот родительские да и мы зачастую вообще понятия не имеем как это все работает и даже на своем примере да могу сказать что даже когда дети прописаны в программе они не рождаются по вашему желанию они рождаются определенный срок душа определенно спускается в зал ожидания и ждет пока наступит зачатие то есть есть какой-то промежуток времени зачатия на если у человека там грубо говоря огромный выбор когда душ там сидят каком-то там распределителя до душ и ждут пока вы зачнете их то есть в любой момент они могут зачаться и прийти есть люди у которых очень строго отведено в какие моменты то человек может зачать ребенка и вот по поводу того что многие спешат то есть родители наставят давай быстрее в девах останешься там довольно внуков хотя он это все неправильные вещи никогда в жизни вы не должны торопить своих детей потому что нужно наоборот говорит что лучше подождать найти нужного мужчину нужную женщину ту которую он по программе подходит чтобы вы почувствовали что сложилась такая ситуация иногда бывает так что вроде бы любовь есть даже да и на своем опыте могу сказать что такое было что прямо до слез прямо за отношение любовь как бы так далее но потом когда все проходит и начинаешь трезвую мысль ты видишь этого человека со стороны что и с этим человеком бы никогда в жизни бы не связала бы себя так погулять пообщаться там для разнообразия когда молодой еще опыта набраться это одно то надо защиты ставить разные чтобы не карму не заработать и от различных половых инфекций максимально себя обезопасить защиты разные поставить чтобы инфекции даже если попадают быстро уходили как бы до защиты от ненужных вирусов бактерий паразитов грибков глистов и так далее вот и нужно понимать что когда мы торопим мы можем ошибок наделать потому что в молодом возрасте да вот все моя подруга там вся парня нашла то есть вот мой друг тоже там женился уже ребенок там я свою женщину тоже чем поздно нашел тоже всю жизнь также пытался найти кому-то с кем-то общался но я рекомендую вам просто общаться с противоположным полом вот справлять свои физиологические какие-то потребности периодически до разгружаться так сказать ничего такого стыдно в этом нет и ждать просто свое время свое время у каждого разное у кого-то в 20 лет у кого-то в 30 у кого-то в 45 у кого-то выбор полный есть человек не может определиться потому что у него вся жизнь немножко такая размазанная да бывает зал ожиданий 10 лет длится 20 лет и вот момент полового созревания вы можете оказаться в зале ожидания либо на отдыхе поэтому очень сложно сделать выбор то есть человек когда не обладает определенными знаниями и живет как все конечно он пытается быстро быстро найти какого-то человека так он красивая так у него хорошая семья у нее достаточно образование деньги есть манера хорошо он не подходит соберу себе кто-то по другим каким-то параметрам вещи вот может часто заказываем как будто кстати один из самых сложнейших вопросов когда притянуть какого-то мужчину по параметрам либо женщину во первых нужно очень долго ждать и такой довольно таки сложный вопрос опять же мы очень много консультаций различных проводим именно смотрим подходит ли это человек или женщина подходит друг другу либо энергия подходит либо по программе либо вообще полный выбор либо кого-то даже прописываем даже если по программе чтобы рума там на семейное благополучие чтобы люди друг друга лучше понимали когда люди по энергии не подходят это не значит что у вас хорошая энергия у него плохая энергия просто разная энергия и как ключ отходит определенных определенной личинки также здесь поэтому спешить с этим вещами нельзя на самом деле когда есть возможность у вас когда вы еще холостой или холостая занимайтесь своим духовным развитием именно конкретно занимайтесь почему потому что когда происходит появление детей семьи образование семьи происходит уже время очень мало остается то есть не у всех есть возможность отдать маме папе на воспитание детей каким-то родственникам нянечкам конечно детей вы должны воспитывать они какие-то другие люди поэтому конечно в жизни нужно все правильно планировать все конечно невозможно распланировать даже меня это не получилось как хоть я как-то не пытался и знания мы получаем от сущности все равно я пытался распланировать так как мне это надо было но через какое-то время когда ты понимаешь что надо духовно развиваться что параллельно идет строительство дома параллельно сын родился там до параллельно работать еще какие-то дела понимаю что у тебя такая голова сейчас она просто лопну но время идет как бы дали на то испытания различным даются до плюс еще различные проблемы там бабушки могут быть там еще что-то у родственников каких-то там какие-то дела и ты все это решаешь и естественно немножко отпечаток свой это оставляет вот многие люди как бы с удовольствием отдыхают там спиртное пьют куда-то уезжают отвлекаются от темы я такой человек мне хочется побыстрее наоборот эти проблемы решить как бы да то есть максимально возможно потом уже отдыхать и причем отдыхать и в моем понятии даже та же медитация просто где-то прогуляться пойти я уже отдыхаю то есть я собираюсь своими мыслями смотрю на природу многие конечно люди конечно не могут еще такие вещи делать вот людям обязательно нужно куда-то уехать оторваться поменять климат страну еще кого-то друзей новых найти поэтому многие вещи многих людей очень затягивается надолго на длительный срок и поэтому люди немножко как бы рассыпаются и жизнь такая становится бесформенная что ли опять же все зависит развития души поэтому советую никогда не спешить никуда не торопиться все со временем старайтесь друг друга чувствовать вот обращайтесь на консультацию всегда проверим кто кому подходит вот не обязательно наличие человека иметь можно по фотографии все это посмотреть вот что-то непонятно всегда спрашиваете пишите в личный консультация личных комментариях что-то непонятно общие вопросы под видео в ютюбе тогда становится все на свои места на самом деле отношения это большая головоломка отношение человека с друг другом это тоже для многих потемки ношение там одного бизнесмена с другим бизнесменом которые имеют одну фирму мужчина женщина и друзья с друзьями как бы да все вот эти нюансы они существуют их очень много почему с одними получается другими не получается даже если человек не подходит многие пишут вот меня притянуло как бы к этому человеку я с ним все хорошо чувствую но никак не подходят люди а бывает так что вроде бы люди по программе подходят но периодически ругаются то есть это уже там темные могут появляться порча различного человека вот человек начинает злоупотреблять какими-то там допустим наркотиками и так далее то это все накладывается и жизнь меняется поэтому люди не могут понять почему это происходит иногда бывает что человека есть темный но сама душа всегда всем помогает иногда бывает так что человек живет вроде бы да там агрессивный злой там гадости кому-то делал но нет темных такой просто человек так в программе прописано то есть он такое испытание проходит поэтому не всегда то что кажется есть на самом деле то есть часто бывает заблуждение это хорошо когда есть выбор человеку легко когда человек нужно искать свой второй план в другом городе кому-то в другом государстве кому-то в другом континенте поэтому все это нас может осложняется поэтому зачастую приходится просить сущности что помогли с выбором вот этим тоже мы вплотную занимаемся вот обращайтесь всегда на связи удачи до свидания